Китайская компания OPPO При этом модуль с камерой автоматически выдвинется сверху Аппаратная начинка смартфона находится на уровне ведущих флагманов Здесь Snapdragon 845, куча памяти, модули камер тоже достаточно хорошие Ну и в принципе то же самое можно сказать о его цене, 1000 евро В целом выглядит все это конечно занимательно и попантоваться наверное прикольно Но все же на мой взгляд 1000 евро покупать смартфон от OPPO Да еще и с дополнительными двигающимися частями Ну такое себе как мне кажется То есть модуль то автоматизированный Я боюсь как бы все это дело не начало глючить То есть приложение камеры открыл, должна выдвинуться камера А она оп и не выдвинулась или что-то такое подобное Потому что в целом в китайских аппаратах с такими ноу-хау Иногда бывает что этот ноу-хау работает не очень хорошо На Kickstarter собрали в 18 раз больше денег Чем было нужно для выпуска портативных аккумуляторов Hypercharger X и Hypercharger Pro Ну один из них поменьше, другой побольше Один на 6500, другой на 8000, разные разъемы, все понятно Главная фишка в том, что в них встроено беспроводное зарядное устройство Так что помимо соединения по кабелю Нужный девайс можно просто приложить к повербанку И даже предусмотрена специальная липкомагнитная прокладка Которая позволяет прилепить смартфон к зарядке Но лично у меня дома беспроводные зарядки не прижились Как-то не пошло у меня это дело А вот повербанк с такой штукой я бы себе хотел Лежит он у тебя в кармане Ты телефон просто туда же положил, прислонил их и они подзаряжаются В поездках было бы очень удобно Не нужно кабель туда-сюда вставлять и вынимать Потому что часто в турпоездках я пользуюсь повербанком И меня реально напрягает, что нужно там Хочешь фотографию сделать, вынул из кармана, шнур вынул, сфоткал, все это вставил А так было бы довольно затейно Во второй половине лета начнутся продажи обновленных игровых ноутбуков от Lenovo Legion Y530 и Y730 Y530 более бюджетный вариант в строгом пластиковом корпусе А Y730 из алюминия, с RGB клавиатурой, макроклавишами, различными лампочками, украшалками и так далее Разумеется, что работать новинки будут на процессорах Intel Core i5 или i7 восьмого поколения А вот за графику отвечают видеокарты GTX 1050 или 1050 Ti Хотя в паре мест я читал слухи про возможные комплектации с 1060, но это не точно И вот это немного странно, потому что для лета 2018 года Эти видеокарты уже нельзя назвать достаточно мощными для современных игр А стоить машины будут не так уж и бюджетно От 1000 долларов за самую-самую младшую комплектацию Ну, зато безрамочный дисплей, приятный внешний вид, возможность установки дисплея 144 Гц и другие ништяки Также обещают, что система охлаждения будет хорошо работать Но, в общем-то, начинка-то и не такая уж и мощная, да? Хотелось бы, чтобы делали всё-таки с 1070, ну или по крайней мере с 1060 Ну, поживём, увидим Я никогда особенно не любил кубик Рубика Возможно, потому что я не очень умён или усидчив И то, что тут предлагают купить его электронную версию за 80 баксов, вряд ли сделают меня фанатом этой головоломки Но, тем не менее, необходимые для проекта деньги на Kickstarter собрали аж за 25 минут Так что, наверное, штука всё же интересная А называется она GoCube и представляет собой тот самый кубик Рубика, но с сведённой подсветкой и блютусом В комплекте идёт приложение для смартфона или планшета Который в реальном времени отслеживает все действия с кубиком И даже может давать подсказки по сбору головоломки Ну и, естественно, собирает статистику, позволяет делиться ей с друзьями, соревноваться в рекордах и так далее Всё очень прикольно, но за почти 100 баксов, ну не знаю Обычный кубик, по-моему, стоит совершенно копейки А здесь за 100 баксов с блютусом и подсветкой Ну, подсказки он даёт Ну, а в чём смысл головоломки, если ты собираешь и тебе всё время хочется нажать на кнопку и посмотреть, что там дальше делать Ну и в социальный аспект Я тоже не очень верю, типа, поделиться с Петей результатом За сколько ты кубик Рубика собрал, а Вася тебе пришлёт свой рекорд Как-то странно всё это Я вообще не верю во все эти вот социальные сети, в том числе спортивные Знаете, как Nike Fuel Band и вот это вот, когда там можно мерить, кто сколько шагов прошёл, кто-то какие-то рекорды Скажите в комментариях, кто-нибудь вообще этим пользуется? Не в смысле фитнес-трекером, а именно вот этой социальной псевдо-сетью, которую они там прикручивают Что можно там дружить с друзьями, отправлять им свои рекорды, смотреть, кто сколько пробежал и так далее Если кто-то пользуется, ну вот, имейте в виду, можно скоро будет купить кубик Рубика И ещё и вот этим всем делиться, кто там за сколько его собрал Ну, а я-то сам от спорта далёк, мне из таких девайсов интересно была бы, наверное, только открывашка с блютузом и зажигалка тоже с блютузом Ну и на сегодня всё, до новых встреч и всем пока! Дальше я взял на обзор Asus ROG SCAR GL703GS Это не он сейчас на видео, это видео с Asus Tech, тоже похожая машинка, но этот вроде должен выглядеть по-другому Вот его сегодня привезли, сегодня пойду забирать Вот будет обзорчик на него, посмотрим, как там чего Тоже андерволтик сделаем, шум померяем, поглядим А вообще, я вам так скажу, лето, погода хорошая, гулять нужно У нас хорошая погода в стране не так часто происходит, поэтому нужно ловить момент Да ещё и чемпионат мира, там толпы народов, центры иностранцы, рекой льётся веселье, и надо гулять Я за футболом не очень смотрю, я кузьмич такой, но зато всё это общий праздник жизни, довольно-таки весёлый и занимательный Можете рассказывать в комментариях, кто на какие матчи ходил, кто какие интересные приключения видел Я в силу формата канала некоторые свои приключения оставлю за кадром, но в целом очень весело всё это дело происходит Я даже под это дело съездил в город Петроград, отличный город Петр, всем привет, отличный вас город, четвёртый раз бываю, всё у вас очень здорово и приеду обязательно ещё Ну и всё, до новых встреч и всем пока-пока